И сегодня с началом нового учебного года вступают в силу несколько изменений в области образования. В школах появятся занятия по финансовой грамотности. Ученикам расскажут, как бережно относиться к деньгам, правильно использовать мобильные приложения и интернет-магазины, чтобы не потратить средства зря. Правда, пока такой предмет появится в школах только нескольких регионов в качестве пилотного проекта, и Челябинской области в их число не входит. Ужесточаются правила сдачи экзаменов после девятого класса. Раньше нужно было сдать два обязательных предмета и два по выбору. Но на получение аттестата влияли только обязательные. Теперь значения будут иметь и результаты факультативов. Изменения произойдут и в ЕГЭ, которые сдают выпускники 11 классов. Из заданий постепенно исчезнет так называемая угадайка, тестовая часть, где нужно выбрать варианты из нескольких предложенных. То есть по факту можно просто случайно попасть в верные. Таких заданий больше не будет в экзаменах практически по всем предметам, включая физику, биологию и химию. Продолжится работа по апробации устной части экзамена по русскому языку. Сдавшим нормы ГТО будут ставить пятерки по физкультуре. Вместо предмета технология, то есть труда, появится робототехника. В обычных школах теперь смогут учиться и дети с ограниченными возможностями здоровья. Уже разработаны стандарты их обучения. Здания школы оборудованы пандусами, поручнями, лифтами и подъемниками. Приобретены учебники с увеличенным шрифтом и другое специальное оснащение.